Мы находимся в Ревде, именно на том самом месте, где началась история города. В 1731 году здесь начали строительство плотины. Ее длина составляла около 135 метров. И место для нее выбрали достаточно удобное. Здесь раньше была широкая река, и находилась она между двух гор, которые стоят и сейчас. Это гора Лысая, которая находится за мной, а вторая Угольная, на которой одновременно с плотиной строили железноделательный завод. Промышленный гигант появился в 1734 году благодаря Никите Демидову и его сыну Акинфию. В этот же год на заводе выпустили первую военную продукцию. Сохранившиеся до наших дней образцы бережно хранят в музейном комплексе «Демидов-центр». В основном на железноделательном заводе изготавливали вот такие ядра для пушек. Самый маленький был 6 сантиметров в диаметре, а вес самого большого достигал до 22 килограммов. Но были и уникальные. Вот это, например, цепной книпель. Внутри двух полусфер спрятана вот такая цепь. И когда снаряд вылетал из пушки, он хаотично вращался по воздуху и сбивал мачты вражеских кораблей. При плавке руды в доменных печах на заводе использовали древесный уголь. Его добывали по особой технологии. Сначала строился вот такой колодец, укладывался слой дерна, бревна, строилась сама куча. С малым доступом воздуха в течение 45 дней происходило тление. По истечении этих 45 дней куча заливалась водой и полученный уголь нужно было разгрузить, загрузить в телеги и привезти на завод. Доставляли уральскую продукцию по всей России. В музее «Демидов-центре» можно не только окунуться в историю, но и стать ее частью. Например, побыть в роли управляющего завода, посидеть в кожаном мягком кресле, ознакомиться со старинными документами или, например, вызвать помощника для дела. Примерить на себя можно и роль рабочего. Только для этого надо спуститься на 500 метров под землю. В шахте может побывать любой желающий. Она находится в Березовском и считается самым старейшим в мире золотодобывающим рудником. В 1745 году ее обнаружил крепостной крестьянин Ерофим Марков. За всю историю в Березовском работало 56 рудников и сотни старательских шахт. Сейчас функционируют только три. Южная, северная и центральная. Кроме того, для туристов создали максимально реалистичный музей-шахту, где взрослые и дети могут попробовать себя в роли настоящего горно-рабочего. Например, за 30 секунд преодолеть тоннель, который спасатели прокладывают после обрушения шахты. Например, стоп, один сигнал. Два сигнала медленно вперед. Два быстрых сигнала, быстрых вперед. Также погрузиться в историю добычи драгоценных металлов можно в музее золота в Березовском. Гуляя по просторным залам, туристы узнают все о жизни старателей 19 века. За 250 лет, рассказывают, в музее на Урале было построено больше тысячи шахт. На сегодняшний день действующих осталось только четыре. Подробнее о туристических программах в Ривде и Березовском можно узнать на сайте Центра развития туризма go2ural.com. Кристина Прилуцкая, Александр Гамзяк. События ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова